Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня у нас в студии Я бы сказала, легендарный человек Мы потом по ходу пьесы Объясним, почему он легендарный Но имя его Очень хорошо известно в Латвии Его зовут Айвар Боровков Добрый день, Айвар И он Видный юрист Один из основателей Соответствующего общества латвийского А пригласили мы его В студию, потому что он Вот уже многие годы Ведет такой собственный проект Это какая-то его собственная миссия Это энциклопедия Латвийской жизни и людей И называется она Time Note в данный момент А называлась она Некропола в самом начале И это Вот такая попытка Индивидуальная Может быть С моей точки зрения Попытка осознать историю Прошлое И вернуть Нашей стране Людям, народу Забытые Полузабытые Ну и достаточно известные имена Потому что В этой энциклопедии Собираются Ну Данные по разным Разным источникам И Она открыта Для редактирования Любой человек Наверное Может написать там И свои воспоминания И Опубликовать какую-то информацию Вот обо всем Об этом Мы сегодня Поговорим С Айваром И приглашаем Радиослужителей Присоединиться К этому разговору По телефону 672-12-93-9 672-13-93-9 Задавайте свои вопросы Может быть У вас есть какие-то Ну Незакрытые Такие Темы Которые Вас волнуют О вашем прошлом О вашем роде О ваших родных Близких И друзьях И может быть Айвар сможет вам Подсказать Как искать Эти корни Как искать Информацию Об ушедших людях И Находить ее И понимать Кто мы такие В каком Окружении В какой эпохе Мы выросли И что нам Следует передавать детям Вот такое Пафосное Вступление Итак Айвар С чего началась Эта идея Почему ты обратился К теме Воспоминаний Помимо всего прочего Я немного занимаюсь Фотографией Вот И Я Являюсь Членом Нескольких Фото Клубов В мире И Так Получилось Что Где-то 2005-107 год Из жизни Шли Видные Очень хороший Фотограф С мировым Именем Не только Из Латвии В этом мире Вот И Мне показалось Странным Что Эти люди Перестали Публиковать Свои работы И они Начали Постепенно Исчезать Из памяти Из интернета Интернет Начал их Архивировать Вот Я сначала Предложил Этим Фотоклубам И говорю Сделаем Такой Мемориальный Раздел Там Будут Две Пользы Во-первых Сохраним Память О своих Коллегах Во-вторых Новые Молодые Фотографы Смогут Смотреть Учиться Смотреть Хорошие Работы Да И мы Сохраним И Вот Творческую Часть Все Одобрили Да И Там Получилось То Что На русском Извивается ППР Поговорили Обсудили И Разошлись Ну и так На этом Я становился И Мой Хороший Друг И Партнер По некоторым Проектам Айнер Бруэлл Который Тоже Интересуется И Историей Говорит Да Давай Сделаем Своё Это Была Осень 2010 Года Этому Проекту 10 лет В этом Года Исполнится Где-то В октябре Мы Начали Вот И Ну и Так Всегда Где два Психа То Там Еще И Другие Появляются Мы Вокруг Нас Начало Собираться Заинтересованное Сообщество Да Вот Например Историк Валдемар Эйхенбаум Может быть Известная Личность Который Деревянной Архитектурой Занимается Да Совершенно Верно Да То есть Он Отдал Свой Архив И Он В свое Время Оцифровал Некрологи Газет Где-то 20-х Годов Это было Интересное Такое Такое Начало Что Даже Вот Фамилия Имя Фамилия И Какие-то Даты И Внизу Городовой Пел в хоре Уже Позволяет Себе Ну Как-то Визуализировать Личность И Думать Ну 37 лет Да То есть Он Там Был Общественно Доступен Ну То есть Уже Рассказ Образовывает И Так Мы Начали Постепенно Создавать Там Какие-то Списки Первые Каких-то Лиц Записали Потом Кто-то Уже Нашел Эту Страницу Мы Ее Пустили Публично 3 Марта 11 Года Вот И Говорит А где Похоронен Мы Хотели Бы Найти Положить Цветы Допустим Да Положить Цветы Там Сжать Свечу И Мы Начали Добавлять Кладбище Постепенно Да И И мы Поняли Очень быстро Такую вещь Что Границ Во времени В пространстве В религии Вообще Нет нигде Никаких Границ И И Эта Идея У меня Очень Мне Всегда Было В Латвии Тесно Ну Маленькая Страна И Негде Обернуться И мы Мы Начали Создавать Во-первых Чтобы Вот такой Национальный Продукт Да То есть Он Бы Остался Ну Очень Замкнутый Короче говоря Сейчас Мы Говорим Уже О проекте Который На 11 Языках В котором Нет границ Мы Обхватили Весь мир Правда Если Были Бы Опять Серьезные Средства Которые Вложить То Мы Гораздо Больше Бы Обхватили Латинскую Америку И нам Нужен Испанский И португальский язык Но тем Менее В основном Мы Ищем Ну Это Естественно Единомышленников Они Нас Сами Находят И мы Находим Но мы В своих Поисках Очень Многие Люди Из Латвии Уезжают Интегрируются В каком-то Другом Обществе Да Пространстве Обществе И Мы Теряем Всякие Следы И Вот Интересно Получить Эту Обратную Свет Почему Он Уехал Ну То есть Вот Эти Рассказы И Вот Правильно Ты Сказал Это Что Каждый В Этого Энциклопедия Она Создана Таким Образом Что Каждый Может Зарегистрироваться И После Регистрации Занести Неограниченное Количество Своих Записей Людей Причем Есть Сайты Которые Собирают Данные О Вип Персонах Или Каких-то Знаменитостях Много Мы Подходим К тому Что Каждый Человек Который Жил На земле Сохранить Память И Какие-то Сведения О нем Это важно И Иногда То есть У вас нет Критерий Энциклопедической Значимости Этого Человека Вот Википедия Кстати Там Интересно Да Я пишу Википедии И я Хотела Еще Радиослушателям Пояснить Почему Мы с Айваром Разговариваем На ты Это не потому Что я Невоспитанная Или он Невоспитанная Мы просто Очень Давно Знаем Друг друга Наверное Лет уже 25 Точно Вот Поэтому Мы Можно так сказать Приятели И Вот Можем себе Позволить Такой Неформальный Тон У меня Такое Ненормальное Качество Что я Очень многие Вещи Помню Я могу Сказать Мои знакомы С Весны 92 Года Спасибо Ну вот И Это очень важно Про Википедию Ты начал говорить Про Википедию Что там Критерии Википедия Как раз Каждую Каждую Неделю Ставит На Такой Лист Людей Которые Они Исключают Потому что Сомнительно Их Значимость В истории Вот Ну это Их Формат Да И это Надо Как бы С уважением К каждому Проекту Относиться Да Что касается Историков Да Иногда Первоначально Нас упрекали Что Ну Мы лезем Не в свое Своё поле И Что Историк Историю Должны писать Историки Да И мы обычно Что это Не объективно Что мы пишем И Ответ Очень простой Что Кто Пишет Историю Это Несколько Историков Как правило Приближенных Власти Потому что Они пишут Такую историю Какая нужна В данный момент Да В данный момент То есть Опять Не упрекая Да Но Есть вещи Которые Немного Приглушают Некоторые вещи Выпячивают Да Акцентируют Мы Подходим К тому Что Масса Субъективных Записей Большое Количество Масса Этих Записей Субъективных Дают Более Объективную Картину Историю Нежели Субъективные Записи Профессиональные Записи Несколько Историков И Когда Люди Начинают Сами писать Историю Во-первых Там Появляется Объективность Объективная Возможность Оценивать В двух Плоскостях Первое Что Они Субъективно Пишут О своем Каком-то Близком Или важном Человеке И Как бы ни Странно Даже У Последнего Негодяя Всегда найдется Человек Который О нем Будет писать Хорошо Он Может быть Был Любимым Мужем Отцом Родителем Или Дедом То есть Это Совершенно Нормально Но Второй Уровень Который Гораздо Более Интересный Это Как Люди Вписываются В то Время Какое Отношение К Каким-то Событием Которые Происходят В обществе Которые Происходили В истории Это Еще Свидетельство О Общественном Мнении Мне кажется Это Всегда Очень Интересно Потому Что Время Меняется То есть Сейчас Доходит Безумие Что Задает Вопрос Почему Автало Был Негром И Оказывается Негром Нельзя Называть Для меня Запреты Не существуют В таком Плане Что Есть Эта Тонкая Грань Закона Мы Пытаемся Ее Не Переступить Слушай Айвер А вот В марте 2011 Года Вы Стартовали Сколько Было Записей На тот Момент Как Вы Выстраивали Эту Архитектуру Вот Самого Проекта То есть Он Стомбурно Развивался Развивался Таким образом Что Мы С одной Сторон Начали Записывать Людей Потом Добавлять Их Фотографии Чтобы Было Какое-то Визуальное Воспоминание Потом Стали Добавлять Ну Кем Он Был И Там В энциклопедии Можно У любого Человека Отметить Ряд Категорий Да Там Рабочий Служащий Актер Танцор Ну Там Масса И Близко Не могу Это Перечислить Все Да Потом Мы Стали Упоминать Или указывать Национальности Да У нас Особая Категория Все-таки Людей Связан Или Родом Из Латвии Ну Мы Как-то Вот Все-таки Латвию Акцентируем Вот Потом Я уже Помянул Что Начали Ставить Кладбище Потом Оказалось Что Людей Хоронили До Какого-то 1700 Какого-то Года В церквях Или При церквях А потом Оказалось Что церкви Не только Где молятся Где хоронят А церкви Церкви Некоторые Перевращались В концертные Залы Спортивные Залы Как В Балтезерсе Это Склад Пустой Тары Колхоза Ада Да То есть Разные И Это Все Время Расширяло Что А почему Вы Стали писать О церквях Потом Да И церкви А потом Начали Записывать Школы А потом Вообще Ничего Не надо Ограниченность Надо Записывать Все Что Попадается Да То есть Попадаются В глаза И Постепенно Энциклопедия Выросла И Начала Отвечать На три Основных Вопроса Поэтому Мы Стали Ее Называть Энциклопедией И Поменяли Название Потому что Первоначально Было Некрополит То есть Только Вот это Кладбищенская Тема А потом Мы стали Добавлять События Как События Создания Какого-то Фильма Какого-то Открытия Какого-то Начала Строительства Какого-то Проекта Ну то есть Разные события Которые Связаны И Основные Трех Вопроса Любой Энциклопедик Кто Где И Когда И Любое Место Связано С событиями И Людьми Любой Человек Связан С разными Местами И С событиями Например Каждому Человеку Можно Отметить Где Он Родился Где Учился Где Жил Где Получал Образование Где Воевал Болел Ну то есть Опять То есть Человек При жизни Еще Может Это Сделать Конечно Можно Записывать Себя Хотя Вот Эта Регула По Защите Личных Данных Личных Данных Она Конечно Нас Во многом Ограничивает Чтобы Не вступать В какие-то Интимные Отношения С службами Которые Начинают Это Все Надзирать Достаточно Много Прошлого Которое Надо Записать Потом Мы Начали Создавать Родословное Дерево И Система Имеет Мозг Чтобы Каким-то Образом То есть Она Начинает Если есть Пару Точек Отчет Начинает Сама Создавать Родственные Связи Вот Я Например Недавно Записывал Одного Очередного Романова Система Сама Добавила 126 Родственников По всем Этим Ступенькам И Причем Не только У него У всех Тех 126 Он Появляется В этой Сетке Вот Потом Вот эти Деревья Да Строят Многие А мы Решили Что надо Создать Еще Второе Дерево Рядом И Это Дерево Это Социальное Дерево То есть Друг Знакомый Сосед Одноклассник Коллега По работе Начальник Подчиненный Командир Солдат Однопартийцы Да То есть Вот эти Социальные Роли Тоже Разные И Это Делает Очень Цветным Картинку Да Картинку Историю Да Мы Пытаемся Об истории Рассказывать Очень Вкусно Слушай А скажи Пожалуйста Вот Когда Ты Стал Ну Погружаться В этот Проект Вот Какие Периоды Истории С твоей Точки Зрения Отражены Были Может быть Недостаточно Там Бедно Или вообще Выпали Из Из жизни Я думаю Что Во всех Временах Можно Найти Такие Факты Что Что-то Чего-то Не хватает Да Меня конечно Интересует Вот эти Волны Вот Первая Волна Вторая Третья Эмиграция Из Латвии Да То есть Это А что ты Называешь Первой Волной Ну Скажем Может быть Это даже Не первая Да Но После Революции Пятого Года Да Когда Призывалось Людей Призывали Осваивать Какие-то Земли Да И очень Многие Латыши Получили Угодие И начали Работать В Смоленской Области Да В Витебской Области Да То есть Уезжали Просто Даже В Краснодарский Край уезжали Да Потом Была Волна Которая Хватила Начало Первой Первой Мировой Войны Когда заводы Эвакуировали Из реки Да Эвакуировали Потом Волна Людей Которые Верили Идеи Построения Социализма Социализма И после Революции Или Этого Как сейчас Называют Переворота То есть Уехали В Россию И Мы находим В разных В разных Местах России Очень много Следов Где Латвия Латвия Ну Этот Немецкий След Тоже Оставил Вот Эта Пунктуальность И Вот Такой От И до Ну Вообще Надо Сказать Что Конечно Рига Это Был Один Из Крупнейших Промышленных Центров Российской Империи Крупнейший После Москвы И Санкт-Петербурга Наверное На третьем Месте Она Стояла Может Где-то Сконкурировала С Варшавой В тот Момент До Распада Российской Империи И Конечно Это Был Наиболее Промышленно Развитый Регион Империи И С Превалирующим Ну В отношении Сельского Населения Городским Населением То есть Если Аграрная Страна Да Если В Российской Империи В целом В городах Жило только Не более 20% Населения То Вот В этих Прибалтийских Губерниях Ситуация Была Несколько Другой Здесь Было Больше Промышленного Пролетариата И С этим Наверное Связано Накал Революционных Событий Как раз В революции 1905 года Когда Проявила себя Латышская Социал-демократия Которая Стала Ну Наверное Одной Из самых Заметных Сил В Российской Социал-демократии Поэтому Она Из своих Рядов Выдвинула Немало Таких Ярких Лидеров Которые В дальнейшем Сыграли Большую Роль В истории И Конечно Здесь Много Есть Ну Вещей Которые Надо Изучать И Может быть Смотреть На это Но Вот Кстати Говоря Об истории Когда Я Тоже Люблю Эту Тему И Читая Интервью Одного Из наших Крупных Историков Я Наткнулась На такую Мысль Что Материалов Архивных Сегодня Достаточно Много Но Таких Фундаментальных Исследований Например Даже И По истории Латвии С 20 По 40 Год И Истории С 45 По 90 Год Этих Исследований Не так Много То есть Ну Не хватает Сил Поэтому Ну Может быть Вот Такое Индивидуальное Участие В Этом Фиксировании Фактов Истории Оно Имеет Большое Значение Потому Что Оставляет Материал На Будущее Это Безусловно Да И Очень Интересно Конечно Каждый Период Истории Вот Ты упомянула Википедию Википедии Очень много Переписывают К сожалению Да Вот Мы Наверное Что ты имеешь Ввиду Переписывают Переписывают Историю Да То есть Соответственно Вот Номенклатуре Да И Требованием Какого-то Конкретного Времени И Иногда Бывает Что Статьи Большие И Какие-то Куски Переписывают И Иногда Бывает До Смешного Скажем В отношениях России И Украины Например Да Что Один Обзац Да Там Ну Вот Месси Строили Следующий Обзац Кто-то Переписывал Да И все Что В предыдущем Обзац Написано С восторгом Описано Да Что тут Вообще Там Все Вот Надо Снести Ну Это Это страшно Да И Ну А как Вы с этим Можете бороться То есть Мы Не боремся Мы Это Просто Оставляете Отражаем Мы Отражаем И Я думаю Что Мы Были Одни Из первых Когда Из каких-то Политкорректных Соображений Там Российско-Украинский Конфликт Или как-то Какой конфликт Это война Это надо Называть Весь Своими именами Это Война Которая Небольшими Группами Спровоцирована Да И Тогда Трудно На войне Хороших Нет Вот Когда Начинается Война Хороших Нет Каждый Борется За выживание Всеми Средствами И Поэтому Как это Остановить Не знаю Это Другая Большая Тема О том Вообще Насколько Грязное Дело Политика О чем Мы могли Бы Там Не знаю Часами Говорить В другой Передаче Включая Что Я смотрю Сужу Сам Что Творит Слушай Айвар Ну ты Вот Если Говорить О твоей Легендарности То Я хочу Напомнить Радиослушатель Что Айвар Боровков Был Членом Такой Группы Гдляна Которая Расследовала В советское Время На закате Советской Эпохи Так называемой Узбекское Дело Это дело Было О коррупции В Узбекистане И На самом деле Дело Было О коррупции В Кремле Вот И Дело Тоже Такое Достойно Достойно Глубокого Анализа А как Ты вообще Попал В эту группу Ты же Ну работал В прокуратуре Латвийской СССР Да Я следователем По особо важным Делам Причем Ну и Конечно мы тоже Занимались Коррупционными Делами Да Но Я в основном Работал По Раскрытию Убийства И других Тяжких Преступлений Ну Во-первых Вот В этот момент Когда Вперед Отмода Кое-кому В руководстве Прокуратуры После того Как я Сыграл Очень Весомой Весомой Роли В создании Общества Юриста Плату Да То есть Меня Надо было Убрать Из Латвии А И тебя Просто Делегировали В эту группу Гляна Для того Чтобы Ударить Отсюда С одной стороны С другой стороны Меня В прокуратуре Союз Знали Я С Гляном Познакомился Еще Где-то В 86 Году Когда Он Только Начал Работать Как бы Я был Молодым Зеленым Во всей Профессии А он был Молодым И зеленым В этом Коллектив Старых Волков Вот И Ну да Это Но Дело Показывает Это тоже Достоин Описанию Нашей Энсклопедии И я Наверное Постепенно Это И сделаю Анализ Того Когда Какие-то Силы Которые Добрались До власти Или борются За власть Начинают Использовать Силовые Правоохранительные И Структуры Безопасности В своих целях У нас есть звонок Давайте послушаем Надевайте Наушники Алло Добрый день Говорите Мы вас Слушаем Добрый день Скажите Пожалуйста Вот Вы очень Точно Упомянули Что Коррупция Была В Кремле А ведь В то время Был Андропов И он Все эти дела Затеял Как вы Оцениваете Роль Андропова Так сказать Во всех этих Делах И в конечном Итоге В развале Советского Союза Спасибо Спасибо Я Попробую Ответить Очень Субъективно Может быть Это Будет Неприемлемо Для многих Но Вообще Это В Советском Союзе Овстроилось По Заковским Законам Фактически Не зря Это Наверное Еще и Ленин Определил Что Россия Тюрьма Народов Тюрьмой Или зоной Народов Или Своих Жителей Она осталась И при Советском Союзе И Как-то Имеющие Высокий Чин Коллеги Старшие Сдрогнули Когда Еще В Москве Я сказал Что Политбюро Это Как Первый Стол В зоне Где Делят Общак И На самом Деле Политбюро Тоже Делили Делили Вот Эту Возможность Управлять Какими-то Ресурсами Какими-то Средствами Каким-то Влиянием Властью Да И Там Нельзя Сказать Что Старики Коммунисты Там Бок О бок Они Это На экране Друг друга Целовали Там До засоса А На самом Деле Там Очень Жесткая Подковерная Борьба Шла Во всех Временах Да Это Было При Еще При После Сразу После Революции Когда Венина Начинали Отодвигать От Дел И Фактически Первые Руководители Советского Союза Они же Все имели По несколько Судимостей И Фактически Ну да Революционную борьбу Не революционную Криминальную Ну Совершенно криминальную Как бы Нападение на банки Совершенно верно Типлистское ограбление Да Ну это Если этому дать Политическую окраску Да То есть Это Как война в Ираке Да То есть Мы Болем За демократию Но на самом деле За нефтяные ресурсы Да Поэтому Андропов Конечно Сыграл Большую роль Потому что Он Был Был Противником Группы Которую В свое время Возглавлял Брежнев И конечно Андропов Планомерно Шел К власти И В какой-то момент Вот это Противостояние Двух Огромных Структур МВД И комитет Это Это была Страна В стране И Ну Группу Для нас Сформировала Прокуратура Союза СССР Она была На чьей стороне Группу Для нас Сформировала Политбюро Вообще Так На таком Высоком уровне Конечно Конечно А цель Была Какая Цель Была На самом Деле В Средней Азии Вот Шли Эти потоки Потоки Денег Наркотики Денег Шли Которые Шли В центр В Москву И Самым Таким Тяжелым Пунктом Был Казахстан Узбекистан Выбрали Потому что Это был Более Более Такой Ранимый Участок Потому что Его Обозглавлял Рашидов Народный Поэт То есть Элементы Элементы Интеллигентности Кунаев В тот В тот момент Руководитель Казахстана Более Жесткий Более Ну Скажем Так Более Примитивное Управление Страной Своей Этой Республикой Да Поэтому Для того Чтобы Подкопаться Под Кунаево И Ценностями Которые Имеет Казахстан Копнули Рядом В Узбекистане Сначала Ну Конечно Никто Никто Не был Тогда Без Греха Потому Что Основной Поток Контрабанды Золото Шел Через Ташкент В Афганистан Такой Одно Целое Такое Организм То есть Это комбинация Они Они Там Разные Интересные Разные Группировки Разные Да Да И Андропов Да Он Он Долго И Так Очень Может быть Жестко Шел К власти И Вот Это Убийство Комитетского Сотрудника Появилось В Москве Это Метровское Дело Метро Я Забыл Название То Ну Там За Московским Метрополитеном За Этой Милицией Там Было Где-то Порядка 28 Убийств Да И Очень Жесткое Дело У Андропова Появилась Возможность Спустить Все Собаки После Именно После Этого После Этого Убийства Ну Даже Даже В этой Группе Когда мы Работали Был Был В группе Следователей По важным Делам Был Каждый Подгруппе Был Смотрящий Из комитета Который Должен Как бы Был Смотреть Чтобы Группа Не Ушла И Не Копнула Туда Где Не Надо То есть Вы Эта Группа Была Сформирована Из Представителей Разных Прокуратур По Всему Союзу Это Самая Группа Латвии Там Гдлян Руководил Он Гдлян Делал Свой Политический Капитал И Я думаю Что При Каком-то Другом Раскладе Дел Его Привлекли К Ответственности То есть Он Применял Незаконные Методы Во время Следства Конечно Конечно И Там Любая Любые Методы Оправдали Цель Он Себя Я не хочу Его Обсуждать Сейчас Но Это было Дело В котором Работала Бригада В которой Работало 200 Около 230 Следователей Ого Я думаю Что Крупнейшего Дела В истории Не было Угу Были Разные Подгруппы И На 19 Парт Конференции Главный Редактор Коротич Журнал Огонек Журнал Огонек Вытащил Он Когда Выступил Он У него Был Этот Тезис Что Здесь В президиуме Сидят 4 человека Которые Должны Сидеть В другом Месте И Он Отдал Горбачеву Тогда Записку С фамилиями Вот И Это Как раз Получилось Что Вот это Хлопковое Дело Получилось Совершенно Другой Толщок И Появилось Над Хлопковым Делом Появилось Вот это Дело Которое Коснулось Руководителей Узбекистана Их связи С Москвой И Политбюро Ты можешь Подтвердить Тезис Который Высказал Историк Российский Андрей Ильич Фурсов Что Одна Из Причин Которые Побуждали Советскую Номенклатуру К Действиям По Развалу Страны Это Была Легализация Криминальных Криминального Оборота Который В то Время В Советском Союзе Достиг Уже Очень Больших Размеров Ну Вплоть До Половины Внутреннего Волового Продукта В год То есть Вот этот Криминальный Бизнес Он Уже Выжил Из своего Положения Все что он Мог И ему Надо было Просто Легализоваться Уже Перейти На Официальную Бизнес Основу Я Не могу Согласиться С этим Тезисом Потому что Я его до конца Не понимаю То есть Тогда мне надо Ознакомиться С этим Мнением Более В стране В порядке Тогда Не ищут Чужаков А когда Начинается Вот такая Разруха Какая была В Союзе Тогда Начали Искать Чужаков Другой Религии Другой Национальности Другого Вероисповедания То есть Начинают Искать Кто же Виноват Кто же Виноват И кто Съел Мой кусок хлеба То есть Так Попросту говоря Поэтому Союз Конечно Шел к этому Со всеми Приписками Со всем Такой Дуликой С притворством Что Говорят Одно А на самом деле Происходит Совершенно Другое Что Сождаются Разные Слои Слои Которые Живут По разным Законом И если Я когда Учился Я Выучил Такое Слово Как Рэкет Да Мне казалось Это такое Иностранное Слово Которое Непонятно То Как раз К середине Восьмидесятых Годов Уже Можно Было Начать Говорить О том Что Здесь Создалась И Устояла Капитальная Сеть Организованной Преступности В Советском Союзе И после Распада Союза Это Расцвело Это Он обхватил Весь Всю планету Да То есть Причем Тогда И появилось Как Насколько Срослось Вот Это Уголовный Мир С людьми Которые Работали В спецслужбах Да Или Занимали Какие-то Политические Посты Да То есть Я Все это Как бы Наблюдал В близости Видел И И так Хорошо Сегодня Мы Можем Еще Наверное Ответить На один Маленький Вопрос Добрый День Говорите Добрый День Значит Начало Уничтожения Нашей Страны Началось В 61 Году Когда Был Неурожай И Вынуждены Были Покупать Пшеницу В Канаде Чиновники Которые Были Задействованы Тогда На этой Покупке Так Сильно Обогатились Что После Этого Начали Уничтожать Своё Производство Чтобы Закупать Границы Это Компрадорство И Подарками Отдаривали Они Всех В Политбюро Самым Большим Любителем Подарков Был Брежнев Вот эти Чиновники Брежнева В 64 Году Поставили Главарём Понятно Спасибо вам За Мнение За мнение Да Я бы Не хотел Называть Ваша Наша Страна Да Закупки Жирна Пользуясь Золотыми Запасами Советского Союза Происходили И в 20-х И 30-х Годах Поэтому Если У Слушателей История Начинается С 61-го Года Пускай Будет Фактически С того Момента Когда В 56-м Году Хрущёв Выступил В своей Исторической Речи Он Определил Что Он Как бы Он Нашёл Себе Врагов И оппонентов Которые Приняли Решение Что Его Нужно Сдвигать Ну Это Наверное Не тема Нашего Сегодняшнего Разговора Сегодня Мы С Айвором Боровком Да Мы залезли В историю Потому что Там можно Было В это Время Говорить О том Как Хрущёв Кинул Фурцева Как С какой Обидой Жил И всё Сегодня Наверное Важно Как бы Заключая Эту часть Программы Сказать О том Что Айва Боровков Является Тем Человеком Который Создал Энциклопедию Истории Людей Событий Объектов Таймноут Эта Энциклопедия Будет существовать Уже скоро 10 лет В октябре Ей Исполнится И Она Открыта Для записи Для всех Кто Хочет Её пополнить Кто Хочет Оставить След В истории Это Таймноут ЛВ И Сегодня Не ЛВ Не ЛВ Ком Нет Таймноут Как Точка Инфо А Таймноут Точка Инфо Надо только Зарегистрироваться И тогда Можно Пополнять Записи Искать Людей Которых Вы знали Писать О них Воспоминания Выставлять Фотографии Например Я Тут С коллегами Говорил Что Бессмертный Полк Пишите Мало того Что вы Прошли с плакатом И бросили Его И забыли Хорошо Я думаю Что мы Ещё раз Встретимся С Айваром Чтобы поговорить О славных Годах Своей жизни Своей жизни И компании СВХ Которой он был Причастен У нас есть Телефонные звонки Но к сожалению Мы уже не можем На них ответить Потому что Время передачи Подошло к концу Сегодня в программе Очевидец был Основатель Общества юристов Латвии Основатель Энциклопедии Таймноут Точка Инфо Айвар Боровков Программу провела Людмила Прибыльская Звукорежиссёр Студии Родион Золотарёв Всего доброго До следующей пятницы Благодарю